На календаре 16 марта. О благих деяниях купеческой семьи Шахабаловых знали многие самарцы. Особенно много для Самары сделал Антон Николаевич Шахабалов. 16 марта 1895 года он обратился в городскую управу с личной просьбой учредить в здании пожертвованной им городу Богодельни и странноприимного дома постоянное, ежедневное, на вечные времена чтение псалтыри об успокоении своих усопших родственников. Чтобы его пожелание было выполнено, купец внес в Самарский общественный банк 10 тысяч рублей. Однако в 1917 году лампаду погасили, фамильный склеп Шахабаловых в ограде Покровской церкви разрушили. Но в конце 20 века фамильная усыпальница Шахабаловых была восстановлена в знак памяти самоотверженного служения на благо родного города. До Великой Отечественной войны в Куйбышевской области не было ни одного учебного заведения авиационного профиля. 16 марта 1942 года Куйбышевский обком ВКПБ обратился в Государственный комитет обороны с просьбой разрешить открыть в областном центре авиационный институт. В Москве ответили согласием. Новому вузу было предоставлено два учебных корпуса на улице Молодогвардейской 151 и на Ульяновской 18. Занятия вели ученые, эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и других городов большой страны. Ровно 45 лет назад в Куйбышеве начали готовить профессиональных деятелей искусства. 16 марта 1971 года открыл свои двери Государственный институт культуры, впоследствии ставший Самарской академией культуры и искусств. 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе региона. Более 96% пришедших на избирательные участки крымчан проголосовали за воссоединение с Россией, а 11 апреля Республика Крым и город федерального значения Севастополь были включены в перечень субъектов Российской Федерации. 16 день марта подарил миру многих выдающихся людей. В их числе немецкий физик, автор основного закона электрической цепи Георг Ом, выдающийся русский ученый, один из изобретателей радио Александр Попов, знаменитый писатель-фантаст Александр Беляев, советский летчик-космонавт Владимир Комаров, актер, режиссер и сценарист, получивший известность и признание за роль Остапа Бендера в фильме «Золотой теленок» Сергей Юрский, итальянский кинорежиссер, драматург, поэт Бернардо Бертолуччи, культовая французская актриса театра и кино Изабель Юпер и другие. А вот Марфы, Михаила и Севастьяна сегодня ходят в именинниках. Народный календарь 16 марта чествует Евтропия. В народе имя святого зарифмовали поговорку «Евтропий – путь торопит, да снег топит». В этот день нужно было обойти поле крест-накрест, чтобы привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег. О солнце крестьяне сложили множество присказок. Например, говорили «Когда солнце закатилось, не бросай сур на улицу, пробросаешься» или «По закате солнца хлеба и денег в долг не дают». Судили по солнцу и о погоде. Коль солнце садится в облако, следующий день будет ненастным. А главным событием Евтропия его дня было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги. Это все, что мы успели вам рассказать об интересных событиях, случившихся в 16-й день весны. Отличного вам настроения и успехов во всех начинаниях! Субтитры создавал DimaTorzok